Здравствуйте всем! Продолжаем разбор свято-русских мифов. В этот раз это будет миф, повествующий о том, как Велес в конце своей эпохи правления скрылся вместе со своей женой Азовой в Азов-горе. Миф называется «Велес скрывается в Азов-горе». Этот миф, как и все остальные, содержит интересную и наводящую на размышления информацию. В любом случае, каждый человек, начав изучать наши исконные славянские русские мифы и легенды, сможет найти там что-то свое. Итак, начнем. Как же в те времена изначальные, в те эпохушки стародавние, над землею властвовал Велес, в небесах же правил сын змей Адей, и была вражда меж богами, и на небо явился Велес, в пекло свергнул он бог Адейя, и на крыльях его орлиных вновь спустился на землю мать. О битве Велеса с Деем было рассказано подробнее в предыдущем видео. Хочу лишь напомнить, что бог Велес, он же Рамна, или Роман в древнеперсидском варианте, это хранитель древа нашего славяно-арийского рода, хранитель древа наших предков, наш первопредок, или душа нашего первопредка, первообраз славянского человека. И на крыльях его орлинных спустился на землю мать. Речь шла о сражении в кавычках на небе, за звезды созвездия Скорпиона, отсюда и орлинные крылья. Велес с помощью оружия своей жены Азовы и Сварога победил колдунов-карапанов-черных магов и вернул истинное понимание сути магии. Это сражение он выиграл, но посмотрим, что было дальше. В пекле Вий сказал брату Дею, ты хозяин неба, Седунич, как же Велес земли властитель одолеть сумел сына змея. Было вышню сию угодно, но придет и иное время, повернется Сварожий круг. И разжег Вий пламя подземное, и прожег он ход во сырой земле, и поднялся в том дыме пламени Дей на мать сыру землю вновь. Тут драконом он обернулся и в свои чертоги вернулся. И встречали Деюшку слуги и супруга лунная Дивия вместе с дочкой прекрасной Дивой, сыновьями Чурилой и Индрой. И в Диверии той богатой был устроен великий пир. В небесах догорала зорюшка, разгорались частые звездочки. Во горах и долах Диверии буйные ветрушки расшумелись и тубравушки преклонились. То езжали по горным кряжам Велес мудрый и крышень млад. Велес крышню тогда рассказывал, так младому богу говаривал. Как малым-мало ныне мне спалось, да во сне старому привиделось. Будто в темные ночи разожгли огонь, подо мной разыгрался буланный конь. Налетели тут ветры буйные со восточной той стороны и срывали шапочку черную с моей седой головы. Молодой бог крышень догадлив был, то не ветрушки расшумелись, внеду бравушки преклонились. Прилетела то птица сирен. Знать окончилось время Велеса. Повернулся сворожий круг. Идущий на смену Велесу бок крышень толкует сон Велеса. Издревле считалось, что конь может предсказывать своему хозяину смерть. Оттого Велесу приснилось, что конь под ним спотыкается. Буйные ветры срывают с головы его черную шапочку. Крышень говорит, что прилетела птица сирен. Сам образ птицы сирен очень интересен. Исходя из мифа о сотворении мира, сирен является одной из хранительницей древожизни луналикая птица. Раз она луналикая, то она связана с лунным началом, с материей, с чередой перевоплощений. Поэтому она может предвещать смерть и, наверное, последующее новое воплощение. По легендам, кто слышит ее райское пение, тот засыпает. Что это значит? По моему мнению, птица сирен представляет собой некое чувство привязки к материи. И чем больше человек слушает эту птицу, тем больше он увлекается материальным. Тем больше он начинает забывать, что его истина – суть дух, а не тело. Тем больше начинает ассоциировать свою истинную суть с телом. В конечной стадии он приходит к тому, что он – только смертное тело и ничего больше. Он перестает заботиться о духовной пище и начинает переносить все свое внимание в приходящую жизнь материальную, только гоняясь за возрастающими телесными удовольствиями. Это и есть сон разума. Вот какую смерть предвещает птица сирен Велесу во сне. И это мы наблюдаем дальше по мере исследования мифа. Тут навстречу крышню и Велесу вышел пан, могучий сын Вия. И сказал он так богу Велесу, «Да и на пир тебя приглашает. Позабудем обиды старые, выпьем чарку мировую». «Не ходи», – сказал ему крышень, «Дэй, лукавый, тебя обманет». Снова пан обратился к Велесу. «Наварили мы меду, пиво и бусы великие бочки. Для тебя быка закололи. Был тот бык настолько громаден, что в тени его отдыхали сто обычных корот с быками». «Не ходи», – снова крышень, – вскрикнул. Но пан Велесу слово молвил. «Будут пляски у нас и пение. Приходи же к нам, чудный Велес, без тебя ж какое веселье!» «Не ходи», – вскрикнул снова крышень. И сказал тогда Велес крышень. «Слышу музыку я и пение, и огни я вижу во мраке. У меня на правой лопатке лелей выжженное тавро. Это значит, что не могу я избегать застолья и пляски». «Что ж, иди», – сказал ему крышень. «Видно, так положено вправе. Я останусь, коли ты уходишь. Я уйду, вновь вернешься ты. После ночи настанет утро». Итак, что предлагается Велесу от имени темных сил? Во-первых, много выпивки и огромный бык. Во-вторых, веселье и гуляние, грубо говоря, с чертями. То есть Велесу предлагают опьянение и забвение, иллюзию, соблазняя материальным миром, чей символ и есть большой и огромный бык. Чтобы он забыл, что на самом деле он – это бог, сын рода и коровы Зимун, сын вышнего. Крышень предупреждает Велеса, что да и его обманет. Однако Велес и сам понимает это. Но противиться силе выжженного лели и тавра не может. Это значит, что не могу я избегать застолья и пляски. О чем тут идет речь? О том, что первопредки людей согласились сойти в материю, чтобы здесь сразиться со злом и получить от него прививку. Об этом же говорится в зерванинском мифе. Я читаю выдержку из этого мифа. К тому же произнесением 21 слова «Хунвар» Дух Света вызвал к жизни главных фравышей. Фравыши – это первопредки, 16 первопредков людей, созданные Господом Бога, с которыми теперь мог совещаться. Созвав совет, с сознанием и фравышами людей Хура Мазда предложил им спуститься на землю, которая может быть осквернена злом, для ведения борьбы с духом зла и его порождениями, ибо только с помощью осознанного выбора между добром и злом всех воплощенных на земле людей материальный мир обретет свое изначальное состояние и человек получит идеальное, неограниченное во времени андрогинное тело. Вдохнув во фравышей всеведущую мудрость, Хура Мазда обратился к ним с такими словами. «Что кажется вам более подходящим? Чтобы я облег вас в материальную форму ограниченного во времени мира, и, будучи воплощены, вы стали бороться с ложью и уничтожили ее, и чтобы в конце вы были воскрешены целостные и восстановленные в материальной форме, и чтобы навечно вы стали бессмертны, не стареющими и не имеющими врагов, или же чтобы все время приходилось вас охранять от врага». И в большинстве своем фравоши людей благодаря всеведущей мудрости согласились сойти в материальный мир. Они понимали, что в оскверненном злом телесном мире им придется страдать от должи и козни и от граммонью, но зато в конце оговоренного срока они получат достойное последнее тело, в котором будут воскрешены свободными от воздействия анграмонью, и эволюция близнечного мира сможет продолжиться. Ради этого они были готовы на жертву, тем более, что Ахура Маста обеспечивал их оружием, которое наповал, разило демонов, добрые мысли, добрые слова и добрые дела. Правда, какая-то часть творения не готова была сделать выбор и самостоятельно внимать благую мысль на земле, то есть пробуждать сознание и совершенствовать свой разум. Как кажется, позднее нашлись и такие фраваши, которые в начале эпохи смешения прильнули к анграмонью, но они были в меньшинстве, большинство же фраваши приняли предложение творца. В конце крышень говорит о том, что вкусив плоды древа добра и зла, Велес вернется, обретя мудрость. В чертогах сына Сидуни пировали дедушки Дыя, Дива, Индрик и сам Чурила. Вместе с ними все дивьи люди, также гости из царства Вия. Велес едет, они кричали, мы в честь гостя устроим пляски, привяжите его коня, дайте гостю с бозою чару и введите-ка в хоровод, но ответил и мудрый Велес. Сам коня привязать сумею, в хороводышек сам пойду и найду с кем в пляске кружиться. Этими словами Велес, наш первопредок, показывает, что он пошел на эту жертву по собственной воле, зная, что может из этого выйти. Велес сам вступил в хоровод и пустился в пляску и по кругу Диву Деевну закружил. Отпусти-ка ты Диву Деевну, так просили Велес о гости. Не могу им, Велес ответил, сжет лопатку мою тавро и воскликнула Дива Деевна, отпусти меня, ты погибнешь, коль меня сейчас не отпустишь. Пусть погибну, ответил Велес, я уйду и вернусь вновь, коль на то будет воля вышни. Тоже такая Дива Деевна, которую закружил в хороводе Велес и которая обещала ему погибель от этого танца. Мне представляется, что само ее имя говорит само за себя. Дива это нечто дивное, то, что кажется, некая иллюзия. А если она еще и Деевна, значит, это некая темная иллюзия, обмананными словами. Или вот еще одно из значений слова Дива, взятое из словаря. Дива – женщина, завлекающая мужчин притворной влюбленностью. Женщина – вам. В общем, как и говорилось в предыдущих видео, посвященных разбору мифов о Велесе, Велес, добровольно пришедший в логово Дея, соблазнился на суррогат истинной любви, закружился в танце с иллюзией. И главное, что он прекрасно понимал, что делает, но, зная, что нужно пройти этим путем, идет. И сказал тогда Дыси Дунич, между нами медведь явился, он погибнет от тяжких ран, пусть помчатся за ним собаки по земле и по небосводу. Так сказал тогда Велес Дею, услугай противник Бога, ты царь Навий и привидений, ты прибежище падших душ. Ты познал щету и величие мира, созданного с Варагом. Обратите внимание, что в этом мифе говорится, что материальный мир, явно как и непроявленный мир, созданный никак, не дьяволом, а именно с Варагом. Искушаешь ты наши души и приносишь освобождение от таков материи бредной. Ныне твой наступает час, ты и мне возвратишь свободу, единение с Вышним Богом. И сказал ему сын Седуни, я секира в руках у Бога, повелитель кривды и зла, но свершаю лишь благое, ведь без тьмы не бывает света, и без света смерти не будет жизни, правды нет, если кривды нет, так положено Вышним вправе. И сказал тогда мудрый Велес, каждый должен пройти свой путь, предначертанно свершиться, как свершилось оно и прежде. Итак, душа нашего первопредка столкнулась с искушениями Дыя, причем скажем еще раз, что Велес прекрасно знает, кто такой Дый, и на дорогу каких познаний он ступил под добровольному согласию. Крышин предупреждал Велеса, что Дый его обманет, и действительно, Дый говорит откровенную ложь, признавая при этом сам, что он отец лжи. Его следующие слова «Ведь без тьмы не бывает света, и без смерти не будет жизни, правды нет, если кривды нет, так положено Вышним праве». Нужно понимать с точностью наоборот, благого он ничего не совершает, свет прекрасно может существовать без тьмы, жизнь существует без смерти, а смерть это всего лишь переход в иную форму существования, бестелесную. Правда есть всегда и положена в основу нашего мира, и чтобы быть, существовать, она не нуждается в кривде. И Вышним Богом изначально не предусматривалось наличие зла в нашей вселенной. Что касается такого понятия как смерть, то Выше уже объяснялось его значение, когда говорилось обо птице Сирен и ее песне. однако пройти 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 путь, прекрасно зная о том, что так положено в праве Вышнем. И И тогда подносили Велесу чару с ядовитой бузой, что была отравлена дыем, влившим в чару ослиный мозг. Выпей Велес за нашу дружбу. Выпил Велес и пал на землю, горло Велеса посинело, и тогда служители Дея, положили его в колоду и спустили в пещеры Вия. Здесь говорится о первом грехопадении нашего первопредка, вступившего на путь познания зла. Горло Велеса посинело, и он пал на землю. Тем, кто знаком с астрологией, хорошо известно, что горло связано со знаком тельца, то есть с материальным миром. Иными словами, мир материи был осквернен или заражен влиянием Дея. Но на этом миф не заканчивается. Автавриде рано ранешенько лепеть белая пролетала, и роняла она белые перышки. То не просто была лебедушка, пролетала там свет Азовушка, и молила Азова Вышня, Божий Вышень наш всемогущий, дай мне Вышень ключи от сварги, чтоб пройти через Ирий в пекло и найти там милого друга. И услышал Вышний молитву, дал Азове ключи от сварги и открыл ей вход в царство Вия. И прошла Азова ворота, и протроном Вия предстала. Интересная мистерия разворачивается в этом кусочке отрывки мифа. Итак, Азова или Апамнапад в древнеиранском варианте, выражающая высший принцип любви между мужем и женой в том числе, просит у Вышнего ключи от сварги, чтобы пройти в пекло, спеша на помощь Велесу своему мужу. Почему она хочет пройти в пекло через сваргу? Потому что только обретя бессмертие можно пройти в пекло и вернуться обратно, да еще при этом помочь кому-то. Кстати, мистерия знака Скорпиона, которым управляет сейчас Плутон Рамна, связанная с нашим первопредком Велесом, включает в себя победу над смертью. Именно поэтому мифологические двери в рай связаны со знаком Скорпиона и там же экзальтирует Черная Луна. Азова, обретя бессмертие, то есть пройдя через сваргу, смогла войти в пекло беспрепятственно минуя смерть. Думаю, здесь говорится о высших качествах, символически связанных с планетой Нептун. Это высшая жертвенная любовь. «Ты верни мне милого друга, дай услышать вновь его песню, нет ты песни для сердца слаще», и запела она печально. И холодное сердцевие разгорелось от той песни, на глаза навернулись слезы, пусть откроются все пещеры и отворятся все врата, если Велес твой голос слышал. И раскрылись пещеры Вия, и явился на звук той песни Велес из далеких пещер. Как всегда Велеса спасает его жена Азова, хранительница истинной высшей любви, несмотря на то, что Велес прельстился на поддельную фальшивую неистинную любовь Дивы Деевны. Силой своей любви Азова смогла тронуть даже холодное сердце хранителя пекла. И судя по всему, Велес очнулся от забвения, услышав зов этой настоящей любви с большой буквы. И он явился на зов своей жены Азовы. И пошли они по пещерам и по залам из Малахита. Где ступала ножка Азовы, там алмазушки рассыпались. Ну, а где прохаживал Велес, злато-серебро растекалось. Явился ход перед ними, и вдали почудился свет, только дальше дороги нет. И раздался голос Всевышнего, здесь раскрыта Азов гора, и Азовушка может выйти, только Велесу предстоит одолеть иные ворота, и через многие поколения обрести второе рождение. Но Азовушка так сказала, не оставлю я сына рода, воля мне без него неволя, здесь остаться, вот моя доля. Будь по-твоему, но послушай, год за годом травой растет, век за веком рекой течет, и сворожий круг повернется, и придет горе сильный муж, крикнет имечко дорогое и на свет тебя позовет, это будет иное имя, но его ты тот час узнаешь, станет имечко тот твоим, и умрет тогда старый Велес, и родится вновь молодой, ты же с тьмы иди к молодому, прозвучали сии слова, и замкнулась Азов гора, и отныне все славит вышня, бога Велеса Уральских гор. Здесь мы видим упоминание камня Малахит, и пошли они по пещерам и по залам из Малахита. Интересен символ этого камня, это был одним из самых почитаемых камней на Руси и связан как раз таки с Плутоном, Велесом и Венерой. Основную часть Малахита составляет медь, металл связанный с Венером, то есть с любовью и гармонией. Наверное, пещеры были Малахитовой, по-видимому, в знак воссоединения влюбленных. Далее говорится о том, что Азова, знающая суть истинной любви, могла выйти из подземелья Вия. Она не нуждалась в уроках с этим связанных, она не нуждалась в новых перевоплощениях. В общем-то, она была свободна от искушения Дея, относительно каких-то любовных дел. Однако, Велес должен был пройти свой путь познания и разобраться, что есть истинная любовь, в частности, между мужчиной и женщиной. поэтому для него проход был закрыт. Он должен пройти иными воротами и вновь оплатиться на земле, чтобы разобраться во всем. И другие мифы как раз расскажут об этом. Сейчас же Велес не смог выйти вместе с Азовой. Однако, она спасла его из пекла, и таким образом у Велеса появилась возможность новых воплощений и, следовательно, возможность обрести мудрость в вопросах любви. Так оно впоследствии и произошло. Но это совсем другие истории. А что же можно сказать про любовь Азова, про любовь жены к своему мужу? Здесь можно только брать пример с ее преданности, мудрости и силы. На этом пока все. Спасибо за внимание.